Расширение дорог не только. В этом году полностью был отремонтирован участок федеральной автодороги А165 Лермонтов-Черкеск, где полностью было заменено дорожное покрытие и установлены новые светофоры. Все это позволило снизить аварийность в этом отрезке. О проведенных дорожных работах подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Теперь по данной дороге можно прокатиться с комфортом, но соблюдая все правила дорожного движения. В этом году на участке А165 Лермонтов-Черкеск был проведен капитальный ремонт, где дорога была расширена до четырех полос. Это только первый этап ремонтных работ. По словам представителей филиала Управления федеральных автомобильных дорог Кавказ, новое земляное полотно и уложенный слой асфальтобетонного покрытия имеют большой срок эксплуатации, а гладкая поверхность устойчива к скольжению способствует прочному контакту с колесом машины. Полностью заменили основание. Три слоя асфальтобетонного покрытия, два по 9 и один 5 сантиметров. Данный участок дороги соответствует второй технической категории с четырьмя полосами движения. По безопасности дорожного движения в данном проекте было предусмотрено устройство двух светофорных объектов. Один находится на пересечении переулка Российского и улицы Шоссейная, на которой мы сейчас на данный момент находимся. Данный участок у нас был очагом аварийности. Соответственно, данный светофорный объект решит вопросы с этими моментами. А это дорога Черкеск-Дамбай, где в 2019 году был проведен капитальный ремонт. Дорожники подчеркнули, что данный участок был расширен до четырех полос установкой разделительного тросового ограждения. Здесь также были установлены светофорные объекты, что позволило снизить уровень аварийности. Дорога осталась в своей полосе отвода. Ни один человек не пострадал. Земельные участки, дома все остались на своих местах, потому что были большие волнения. Люди переживали, что будет снос, либо что-то. Вышли минимальными затратами. В некоторых местах понижали дорогу для того, чтобы вывести на тот же самый уровень. По безопасности установлены светофорные объекты современного типа светодиодные. Плюс на пешеходных переходах в Джигуте установлено два светофорных объекта с кнопкой вызова. По статистике, на данном участке дороги за 2019 год было 34 дорожно-транспортных происшествий. А в этом году есть заметное снижение аварийности. Задача дорожников сделать дороги безопасными и качественными. Для этого прикладываются все усилия, отметил представитель Автодора. Столкновений стало меньше, наездов на пешеходы стало меньше. Для этого установили искусственные неровности, что в свою очередь тоже влияет. Установили камеры видеонаблюдения, которые тоже фиксируют. По дизеле скорость до 40 км в час, потому что, когда у нас хорошая дорога, люди начинают превышать скоростной режим. Для этого у нас только камеры и искусственные неровности. Теперь же, к концу 2021 года, эти же участки будут расширены на расстоянии 16 км. Это уже второй этап капремонта. Сейчас дорожники приступили к работам, запланированным на следующий год. Али Халебшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия.